Двухкомнатная квартира в центре города, бесплатное обучение в одном из лучших вузов страны, зарплата в 25 тысяч рублей и все это в 23 года. Реальность доступная далеко не каждому молодому жителю республики. На деле именно так сейчас живут столисты театра оперы и балета Ольга Челпанова и Константин Коротков, для которых еще несколько лет назад казалось, что работа в МРИЛ лишь стартовая площадка к успешному и безбедному будущему, но в другом регионе страны. Сейчас свое будущее артисты связывают только с Ешкаролой. Спящая красавица, Жизель, Дон Кихот, Бейдер, Калибединое озеро. Всего около 15 спектаклей, в которых у Кости Короткова и Оли Челпановой неизменна и всегда главная партия. Их любят зрители, зачастую лишь на их преображение приходят посмотреть любители балета. 23-летние лауреаты и призеры многочисленных всероссийских и зарубежных премий. Прима и премьер Ишкаролинского театра, встретившись 6 лет назад, когда Костя еще учился в колледже культуры и искусств, а Оля только приехала в Ишкаролу и Сыктывкар, и ребята и подумать не могли, что именно Ишкарола станет для них не только хорошо оплачиваемым местом работы, но и любимым домом, из которого не хочется уезжать. А на вопрос, всегда ли правдива поговорка «хорошо там, где нас нет», ребята с уверенностью отвечают, к ним она отношения не имеет. Здесь, в данном случае, сейчас, очень хорошие условия для нас. Это работа, в первую очередь, на которой мы полностью реализовываем свои мечты, свои желания, выходя на сцену, выходя к зрителю, к нашему, к любимому, который всегда ждет нас, всегда ходит на спектакли. Хорошо тем, что на работе нам дали квартиру, в которой мы сейчас живем. То есть, для нас делаются все условия. Я думаю, что хорошо здесь, нежели в другом месте. Что и не удивительно, ведь всего за несколько лет, благодаря своим стараниям и стремлению работать, ребята выбились из кордебалета сначала в солисты, а затем и в ведущие солисты театральной труппы. Одновременно рос и доход танцоров с минималки в 5000 рублей в начале до стабильных 25 тысяч сейчас. Вместе с тем, благодаря руководству республики, один из социалистов театральной труппы, куда вошли Костя и Оля, поступили на обучение по своей специальности в ГИТИС. Один из самых крупных университетов театрального искусства в России. Что немаловажно, бесплатно. Желания нету уехать отсюда. Но для нас вот сейчас, в принципе, самая главная работа. Моя мечта – танцевать. Когда тебе дают эту мечту, ты как бы веришь и стремишься к этому. И нисколько не сожалею, что я здесь осталась. А мечтают сейчас ребята часто. Тем более, есть где мечтать. Два года назад молодой паре Короткову и Челпановой Министерством культуры было выделено собственное жилье, находится которое на набережной Брюгге. Кстати, и выбор самого места расположения социального дома для актеров совсем не случайен. Находясь в самом центре обновленной Шкаралы, окруженной со всех сторон памятниками архитектуры, само расположение этого дома помогает работать в постоянной гармонии с музой. Площадью в 70 квадратных метров двухкомнатная квартира сейчас пока предоставлена ребятам в служебное пользование. А при условии работы в театре, опере и балете на протяжении 10 лет квартира перейдет в собственность артистов балета. Как отмечают в Минкульте МРИЛ, только таким образом можно решить проблему так называемой текучки кадров из республики. Ведь именно сейчас при строящихся новых культурных объектах особенно важно сохранять и привлекать молодых и талантливых в республику. История двух артистов балета сейчас, пожалуй, как один из примеров модернизации всей системы обеспечения жильем тех, для кого этот вопрос стоит наиболее остро. И за последние, может быть, где-то за последние 10 лет у нас получили жилье в пределах не меньше 25 человек. Если так, не семей, а 25 человек. И плюс два года тому назад очень важный шаг был сделан правительством. Но ясно, что это инициативой была Леонида Игоревича Маркелова, нашего главы республики МРИЛ. Мы решили вопрос для 16 человек, работников в основном искусства. Те люди, которые для нас являются золотым фондом нашей культуры. На этом программа обеспечения социальным жильем работников культуры не заканчивается. Тем более и сейчас в очереди на улучшение жилищных условий находится около 350 человек. Как нам сообщили в Министерстве культуры, уже было заложено основание 100-квартирного социального дома в Мышине. Также планируется строительство и жилищного кооператива не менее, чем на 50 частных домов, впоследствии переданных в пользование работникам культуры и искусства.